Итак, отвечаем на глобальный экзистенциальный вопрос. Who are you? Кто же вы? Кто ты? Ну, пока в пределах шестого класса спотлайта. Итак, смотрим на картинки. Давайте взглянем, что нам тут предлагают. Нам предлагают разные типы карт. Пластиковых карт, просто ID card, identification card. Vocabulary. Forms of identification. Формы идентификации, определения личности. Look at the cards, which is a credit card, an identity card, a membership card, a driving license. Итак, вот смотрим. Виза, ну, понятно, виза, мастер-карт, да, основные как бы. У нас еще карта МИР, платежные системы. Вот эта платежная система карты отличается. А кредитная или и дебит-карта, это будут ваши первые четыре цифры говорить об этом. На Западе в основном все карты кредитные. В том смысле, что вы не свои средства там делаете, а банк вам выдают, и вы можете ими распоряжаться. У нас больше люди пользуются дебит-картами, хотя уже очень много кредиток развелось. Card holder name. Вот здесь вот это имя. Card holder, то есть имя держателя карты. Сразу понимаем, что это a credit card. Самое интересное, credit card называется все пластиковые карты и называют credit card. Но есть еще так называемая банкомат-карта или ЕЦ-карт. Вот это вот аналог нашей дебитовой карты. Вот, то есть когда вы свои деньги просто держите на карте и расплачиваетесь, когда не лезете в долг к банку. Так, а там уже давно все-все, сука, на кредитках живут. Итак, an identity card, карта личности. Вот ваш European identity card. Это замена паспорта, по сути. British, UK and Smith. Ее зовут a membership card. The sports card. Вот карта спортивная. Bob Smith. И, видимо, он член этого гольф-клуба или какого-то другого клуба. И вот это есть как раз membership card. Driving license. Это удостоверение права. Driving license. Ambrit, Sarp, BB. Это вот как раз права. Очень плохо видно. Name. Что-то тут видно. Name, да? И какого типа, видимо, права. А вот. Но они вот пытаются быть интернациональными. И вот у них город Amritsar. АПБ это Панджаб, Индия. Штат Панджаб. Панджаби. Amritsar город. То есть кто бы догадался, да? Что еще? What information from the list is on each card? Какая информация из вот этого вот списка есть на каждой карте? Full name. Всегда будет у вас полное имя. Это имя, отчество и фамилия. Это вот cardholder name. Здесь будет identity card. Всегда будет полное имя, да? Home address. Где будет домашний адрес? Явно не на кредитке. Возможно, на ID. Хотя, то есть спорный вопрос. Там просто указывается, British, там просто указывается, откуда родом в ID, в паспортах. У них нет понятия прописки. Тем более, на пластиковой карточке этого понятия точно не будет. Нашиналити. Да, вот оно здесь, нашиналити на ID card. Home address. Возможно, на спортс-карт. Ну, это вряд ли. На самой карточке home address вы ее вряд ли где-то найдете. Нашиналити. Так, identification number. Все из них будут иметь identification number. expiry date. Вот дата, так сказать, до какого момента можно пользоваться. Это, скорее всего, будет, вот, valid through будет написано на ваше членство, да? Будет обязательно на правах, потому что сейчас их навечно не выдают, там, на 10 лет, по-моему, международные права. И valid through обязательно будет вот на кредитке. telephone number. Ну, скорее всего, это только будет возможно. В некоторых вот членских билетах пишут еще и ваш телефон, чтобы для связи было удобно. Ну, это явно не на правах, не на identity card и не на credit card. Postcode. Вот тут вот постcode может быть где на membership, вот кое-где может быть на membership. Скорее, постcode как location, чтобы узнать, как бы местонахождение, да, этого отделения, центра, этого вашего спорт-центра или чего-то. На credit card no, на identity card тоже ваш адрес не напишут и постcode не напишут. Там будет другой какой-то будет код подразделения, там какой-то будет, ну, не постcode. На driving license постcode тоже обычно не пишут. Зачем постcode-то? Хотя в некоторых странах постcode, он имеет еще другое значение, опять же, как идентификатор. И может быть, в некоторых документах действительно постcode важнее даже, чем номер самый, там, я не знаю, специфический какой-то. Окей, тут плохо очень видно, даже не почитаем. Where, when do you need a membership card? Где и когда вам надо a membership card? When you are a member of an organization? Когда вы являетесь членом какой-то организации, right? Where or when did you last use your membership card? Good question. Хороший вопрос. Well, maybe a couple of years ago, me personally, я лично, я использую my membership card, это, наверное, был, скорее всего, gym, какой-то спортзал, наверное, не помню уже. Подумайте, может быть, у вас library какая-нибудь там, но это уже не membership, это уже library card будет. Подумайте для себя, ответьте на вот этот вопрос. У вас вопрос, когда использовали, значит, ответ будет такой. Last time I used my membership card, сколько-то там, two years ago, например, или months ago, или вообще вчера только использовала, то есть тут у вас уже при вопросе, когда уже понятно, что будет просто past simple. I used my card two years ago, one day ago, yesterday. Смотрим дальше диалог. Read the first exchange. Первый обмен репликами. Who are the people talking? Кто эти люди, кто разговаривает? Where are they? Read, listen and check. Сейчас послушаем. Read the dialogue I can complete the membership card. И надо заполнить вот эту вот карточку. Video world. Видимо, там карта брали на прокат что-то. И первый exchange. Hello, how can I help you? I'd like to join the video club, please. Ну да, уже все понятно. Есть секретарша, да, секретарь, которая этого video world. И есть клиент Jane, которая хотела бы присоединиться в этот видеоклуб. Слушаем и сразу смотрим, что ему надо будет найти. Name есть, surname найти, фамилию. Address 10 per tree road Per это груша. Per tree это получается грушевое дерево, грушевая дорога, грушевая улица. И тут не хватает чего-то нам в этом, в адресе. Postcode индекс почтовый. Phone number membership number номер собственно студенческого билета. Вот такой вот. Слушаем и ищем, подчеркиваем это. Unit 1б Who are you? Exercise 2a Page 8 Hello. How can I help you? I would like to join the video club, please. Of course. What's your name? Jane Harris. Right. How do you spell that? J-A-N-E H-A-R-R-R-I-S Thank you. And what's your home address? I live with my grandmother. That's fine. Give me hers. OK. It's 10 Peartree Road, London. And your postcode? S-W-1-4-T-A. What's your telephone number? It's 020 7125 9-9-9-0. That's it for now. Here's your card. Thank you very much. Goodbye. Очень понятно, да? Все было вроде бы более-менее. Давайте еще раз быстренько его разберем. Hello. Здравствуйте. Как я могу вам помочь? Я бы хотела присоединиться в ваш видеоклуб. Конечно, как ваше имя? Jane Harris. И вот наше surname. Right. Типа хорошо. А как вы это spell произносите? Она по буковкам продиктовала. Double R. Ну, мы его с вами умеем диктовать. Да, это не говорится не R-R, а говорится double, когда буковка двойная. Double. Значит, сюда вы выпишите Harris surname, заполняя вот этот вот membership card. Address. 10, Petrie, Род. Мы знаем. А город? Вот он. London, да? Thank you. And what's your home address? I live with my grandmother. That's fine. Все в порядке. Давайте бабушке. Give me hers. Давайте ее. Вот этот вот тот самый hers, который her address, а когда в абсолютной форме, когда pronoun, местоимение притяжательное, hers, ее. Да, вот видите, вот эта буковка S добавляется. И запишем сюда London. and your postcode. Да, вот такой вот у них чудной postcode. У нас с цифрками, например, там 196, там питерский, да, и какой-то еще три будет цифры. У них это смесь букв латинских и цифрок. Так, пишем postcode SW1 40A. Phone number. What's your telephone number? It's И опять же, по одной цифре диктуем. Не надо говорить там 7, 125, 99, 90, как в русском. По одной цифре, теперь будет понятней. И ноль в номерах O, да, читаем, как буковка O. That's it for now. Пока все. Как бы достаточно. Here is your card. Вот ваша карта. Thank you very much. Goodbye. Все. Explain the words, phrases in bold. Then жирным шрифтом How can I help you? Как я могу вам помочь? Join, присоединиться. That's it for now. А пока все. card, карта. In pairs, act out the dialogue. А потом надо будет это в парах зачитать. Вы себя надиктуйте, если у вас нет пары, вы не в школе, и вообще вы работаете, надеюсь, самостоятельно, в том смысле, что вы готовите до того, как идти в школу, все прорабатываете. Надиктуйте себя на диктофон и на телефоне послушайте. Read again. What are these numbers? Давайте еще посмотрим. Ага, это ее house number. 10. This is her telephone number and this is her postcode. Well, membership number here. That's it. Все. Сделали. Вторая страничка Unita 1b. Вот, собственно, подытожим. Вот эти вот притяжательные местоимения и притяжательные прилагательные. Grammar. Grammar reference. Possessive pronouns. Read the examples. What is the difference? What's the difference? В чем разница between possessive adjectives прилагательных от слова прилагаться. То есть, они должны стоять перед науном. Уже понятно. And the possessive pronouns. Pro noun вместо имени. Вместо имени. Оно заменяет собой noun. То есть, там никаких noun не будет. Say them in your language. This is my card. It's mine. Например, This is your card. It's yours. This is his card. It's his. Просто буковку S вторую ни к чему было лепить, поэтому это слово похоже, что так, что так, одинаково. Here. Here's. Есть к чему лепить буковку S, да? It. It's. Дальше. Я сейчас не понял вот этого сейчас что-то было. Вот это вообще-то вот так вот. Да. Потому что, если оно то пошло, то личное местоимение я, ты, он, оно должно быть вот здесь, чтобы показать, от какого произошло, от какого слова. Да? It. It, когда ему что-то прилежит, например, its tail, его хвост, то в абсолютной форме, вот этой, под абсолютной формой, я имею в виду, когда существительное не требуется, то есть, я имею в виду possessive pronouns, вот этой формы вообще нет из того, насколько я знаю. Может, я что-то пропустила в английской грамматике? Ну, бывает. Our, это от слова мы, наш, наше, вы, ты, ваш, ваша, и они, they're, theirs. Где посмотреть? У вас это, прямо вот берите, черкайте, попишите, это в памятке, в нашей памятке, в wordbook, и у вас это очень хорошо расписанное в табличку, там вам все вынесло, сейчас покажу. Смотрите, вот наш wordbook, вот наша памятка, да, у вас вот в конце, или спокойненько берете, скачиваете, здесь мы по ним и фонетику учили, здесь реально все, все, все случаи, которые только могут быть, по чтению, потом здесь все случаи по морфологии, какие бывают только префиксы в английском, и суффиксы, да. Дальше, части речи все подробненько разобраны, на что обращать внимание, и вот самая большая главная тема, pronounce, вот указательность, this, that, those, да, относительные, interrogative, вопросительные, и вот эти, которые мы уже сами рассматривали, личное местоимение, в роли подлежащего, и в роли дополнения, я мне мною, ты тебе тобою, да, и вот наши притяжательные, прилагательные, когда, вот эти три точки означают, что после него должно быть еще существительное, а вот притяжательное pronoun, местоимение, после которых только вот восклицательный знак поставить, и все, так вот, если its tail, например, его хвост еще можно сказать, то этот хвост его уже не скажешь на английском, вот так вот форма, как-то вот она как бы отсутствует считается, well, ну вот, и еще есть reflexive pronouns, которые, эмфатик одновременно является усилительным или возвратными, себя, сам, myself, да, себя или сам, ну это так, просто в обзор, вот это собственно, самое главное, что должны понять, это все местоимения, которые вообще есть в английском, все, вот, сюда подглядывайте, если надо, если вы в них путаетесь до сих пор, вырежьте просто так себе на стол, поставьте, как табличечку, и подглядывайте каждый раз, что у вас тут, если что-то вас еще до сих пор путает, то есть вот это вот разные вещи, да, вот это вот я мне мною, а вот это мой моё, да, а это сам себя, я сам это сделал или я порезался, то есть I cut myself, например, вот, собственно, смотрим, прописываем, и на следующей страничке у вас пустое место, как раз делаем для того, чтобы вы сами себя потренировали, напишите вот здесь, например, I, там, you, это старинная форма, вот, thou, they, 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 это старинная форма, это действительно то, что было когда-то ты, вот здесь вот пропишите, а потом сами же себя и потренируете, а потом попробуйте по памяти заполнить, сможете заполнить, молодцы, не сможете, где-то, где-то, значит, косячок недоученный, все, возвращаемся, поэтому я вот к чему, я вот это вот, меня вот этот момент немножечко странный, идем дальше, use prompts to form questions and answers as in the example, используем prompts, подсказки, чтобы сформировать вопросы и ответы, как в примере, смотрим на пример, итак, whose computer is this, ага, значит, вопрос whose, значит, надо отвечать, это ее, да, это Tina, it's Tina, сначала используем possessive case, потом используем обычную, это притяжательное, прилагательное, это ее компьютер, а потом и без слова компьютер говорим, это ее, так, хотелось бы вам это прописать, ну, давайте устно, whose, вместо компьютера, каждый раз будем заменять, да, whose camera is this, it's Bob's, it's his camera, it's his, whose watch is this, it's Tony's, it's his watch, it's his, у нас тут пошли одни мальчики, bill, skateboard будет то же самое, соответственно, да, whose skateboard is this, it's Bill's, it's his skateboard, it's his, футбол, Paul and Ann, это уже они, да, значит, они, и Pat, это она, Patricia будет девочкой, да, whose football is this, it's Paul and Ann's, помните, что предпосессия будет только у последнего имени, пошел на общий мячик у обоих, it's their ball, и в абсолютной форме, как бы, it's theirs, and alarm clock, whose alarm clock is this, it's Pat's, it's her alarm clock, it's hers, вот, собственно, что от вас требуется, это очень хорошо показано в roundup, 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 сейчас вам покажу, смотрите, если у вас до сих пор проблемы с грамматикой, тут у меня нет, сейчас я покажу, что такое roundup, нельзя откроем какой-нибудь, так, poetry, это будем тоже учить, бронзового всадника, roundup, например, там, пятый, шестой, да, который мы давно-давно прошли уже, уже в шестом классе мы уже все это сдали, и забыли, этот экзамен, B2 мы уже сдали, но для того, чтобы его сдать, ваш roundup должен вот так выглядеть, вы должны прописывать все, прорабатывать, прописывать все слова, находить все, разбирать, вот, ржевывать, вот так вот, как я вам сейчас ржевываю, да, ну, так я вам сейчас показываю пятый, а вообще, вот та тема хорошо разбирается еще в начальных, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, а у них их тут даже нет, я их тут поудаляла, что ли, видимо, да, потому что пятый, шестой, да, пятый, шестой, это самое сложное, последнее, не получилось вам показать именно тот кусочек, но идею вы уловили, который, сейчас я вам картинку сюда вставлю, покажу, учебник, который действительно по граммар, очень здоровский, вот это же автор его и делала, Вирджиния Аванс, которая поучаствовала в создании вашего, вот, вот этого вот, видите, вашего спотлайта, так, сейчас я вам по-другому покажу, я же их приготовила к начитке тоже, джинс, 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 где мой раундап, а вот они, вот, смотрите, вот как раз второй, вот так выглядят учебнички, которые, вот ваш стартый раундап, тоже со всеми словами будет, вот ваш раундап первый, да, и тут с элементарного, самого начального, вот раундап второй, и вот здесь очень здоровски показаны, вот, смотрите, притяжательные, посадься в свод, прям берете и подряд, третий, это да, посадься в свод, вот, 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 и да, кстати, о птичках, видите, вот нету абсолютной формы, она отсутствует, странно, что они туда так написали, видимо, печатка, и здесь куча, 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 куча упражнений, если вы до сих пор чувствуете, что путаетесь, просто я раундап чуть-чуть позже буду озвучивать, как только спотлайтом закончу, все сразу никак не успевает, туда тоже смотрите, счастье, потому что очень здоровски все и грамматику, и лексику подтянете, окей, circle the correct answer, это было небольшое отступление, на тему, какая боль, что здесь вообще негде тренироваться вам, circle the correct answer, this car is mine, точка, this was, есть существительное, значит, her car, whose telephone number is this, точка, значит, it's theirs, is she, есть слово sister, поэтому your sister, this address isn't hers, точка, this wasn't, машина, есть существительное, значит, our car, this wasn't our car, ну, вот хотя бы так, уметь их узнавать, и вообще-то уже давно вы должны их уметь говорить, и использовать везде, everyday English, asking for and giving personal information, listen and repeat, then ask and answer the questions below, what's your name, тут я аудио почему-то не нашла, я вам сочетаю, послушайте, повторите, вам надо уметь порасспрашивать, и давать личную информацию, потом спросите, ответьте, как на вот эти вот вопросы ниже, what's your name, и вы как всегда скажете, my name is Peter Parker, какой-нибудь, how do you spell it, и по буковкам, P, E, G, E, R, P, R, вы поняли, да, Peter Parker, это так ляпнулось с этого, Spider-Man, how old are you, каждая себе, I'm, там, 12 years old, да, скорее всего, what nationality are you, скорее всего, все ответите, I'm Russian, where are you from, не поверить, I'm from Russia, но вы можете уточнить, I'm from, там, Мурманск, I'm from Crimea, или город назовите, да, I'm from, там, Sevastopol, I'm from Симферопол, I'm from Moscow, любой город, да, или область, но имеется в виду, where are you from, это как раз, откуда происхождение, I'm from Russia, да, или в специфической ситуации, возможно, город назвать, what's your home address, какой ваш домашний адрес, номер дома, потом название улицы, там какая-нибудь, Ленина стрит, да, например, город, это все будет транслитерироваться, да, and post address, тут нету, но, возможно, вам надо будет и postcode, не post address, sorry, postcode продиктовать, what's your telephone number, и my telephone number is, и поехали тоже диктовать, можете mobile, не проблема, если нет telephone number, просто говорите тогда, не просто 8, говорите plus 7, чтобы, если особенно вы же за границей, скорее все эти данные будете давать, plus 7, чтобы вас вообще могли найти, потом трезначный код вашего оператора, и потом еще, сколько там, 7 цифр получается, тренируйтесь, вот эта штука, вот это очень важно, потому что за границей, даже банально въехать в отель куда-то, или о себе что-то минимальное сказать, данные дать, вы должны уметь, speaking, иногда это буквально жизнь спасает, look at these students' identification cards, and present them, представь их, to the class, итак, international student and youth exchange identity card, youth exchange, помните обмен молодежи, это выдают студентам, да, вот student, грустяшка такая вот у нас тут, identity number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, внезапно, city, university, какой университи называется, city university, тоже очень оригинально, городской университет, name, Diana Acton, Diana Acton, date of birth, дата рождения, 10th of March, да, March, the 10th, видимо, 88-й, это 1988, как мы числа, да, 1903, если кто-то настолько стар, да, и дожил, потом у нас начинается 2005, уже 2000, а уже начиная с десятки, можно опять говорить, 2010, нет, 2010, еще странно, 2010 нормально, ну, 2012, да, 2011, 2020, но до 10, обязательно говорить 2000, иначе они поймут вас, смотрите, если скажете 25, будет 25, это 2005 или 25, вы сказали, поэтому говорим 2000, поэтому, вот, а там вот все года, исторически вы спокойно говорите, разбиваете, 19, имеется в виду веков, 88, вот у нее, 1988, Nationality American, address, 14, Cooper Street, London, и signature, подпись ее, ее рукой должна быть там, какая-нибудь там, Diana, Acton, как-то вот так вот, значит, вам надо знать отсюда, use exchange у нас было, еще по словам, signature, для тех, кто не знает, date of birth, ни в коем случае не birthday, birthday у вас вечеринка birthday, birthday party, ваш birthday день рождения, а в официальных документах, date of birth, дата рождения, далее, мальчик, student, sports card, вот у него спортивная карточка студента, name, Peter Saunders, Nationality Australian, address, 49, Allison Street, Bowen Hills, Cleveland, может быть, Cleveland, QLD, похоже на Cleveland, какой-нибудь, 4006, phone number, 0738522600, так, this is, и сказать, this is Peter Saunders, he is Australian, his address is, 49 Allison Street, Bowen Hills, his telephone number is, 0738522600, ну и про нее, похоже, то же самое, this is Diana Acton, she is American, her address is 14 Cooper Street, London, her telephone number is, we don't have her telephone number, номера у нас сегодня нет, на identity, на студенческой identity, ok, and your turn, ваша очередь, you want to register at the local library, местную библиотеку, зарегистрироваться, take roles, and act out a dialogue, распределите роли, и разыграйте диалог, you can use a dialogue in exercise 2 as a model, you're writing library card, make a student library card for your partner, use the answers to help you, ну вот, надо просто вот написать, что-то вот похожее, вот как вот здесь было, где наши answers, вот эти все, да, what's your name, where you're from, а вы просто можете ее даже быстренько себе набросать, у вас будет то же самое, например, какая-то там, ну пусть будет, Pushkin's library, library card, и здесь опять же, name, вот вам заготовка, чук-чук-чук, name, ой, sorry, address, да, phone number, чтобы с вами могли связаться, email address можно добавить, email, чтобы написали, часто тоже дают, такие данные собирают, и может быть еще age, потому что там скидки, может быть для студентов, для пенсионеров скидки, только он здесь, скорее всего, будет вот здесь вот вторым, ну что-то вот такого рода может быть, возьмите свой настоящий, этот считательский билет, и просто переведите его на английский, come on, that's it, все, дальше нас выйдет уже my country, это в следующем кусочке, а мы быстренько идем на workbook, и доделываем здесь 1b, who are you? очень сложный вопрос, так, vocabulary, fill in the missing information, про мальчика, student identity card, у нас есть secondary school, это школа, которая средняя школа, Clareden Road, видимо улица, 6SD, кусочек, может быть посткода, и Broxon, либо фамилия, ну видимо фамилия, вот surname, Broxon, name Matthew, age 15, home address 18, Clareden Road, Leeds, Leeds это город Британии, посткод, да, вот кусочек, половинка есть, LS10, 6SD, телефон number, 011-3245-0308, класс, 9YI, сложная кодировка такая, school, Abbey Grange Secondary School, это название его, опять же, помните, я рассказывал про аббатство, да, то, что часто на названиях поселков, там городков осталось, secondary school, card number, номер, собственно, самой карты, AG3184, good, everyday English, complete the exchanges using the phrases and sentences below, how do you spell, I'm Russian, what's your full name, наверное, it's 35 Arrow Street, ну, Arrow еще как стрела, да, I'm from Russia, it's na-na-na, it's na-na-na, postcode, how can I help you, хорошо, тут exchanges, не связанный диалог, внимание, exchanges, it's Anna Shipova, значит, what's your full name, what's your full name, то есть надо имя и фамилию, patronymic отчество не обязательно, it's Anna Shipova, it's S-H-I-P-O-V-A, значит, она его spell, значит, ее попросили, how do you spell, как вы пишете свое имя, то есть произнесите по буквам, how do you spell your name, your surname, what nationality are you, I'm Russian, where are you from, логично, I'm from Russia, what's your phone number, it's 2354-370, это больше на домашний похоже, да, what's your passcode, it's SN3-5-M-N, да, вот это вот все вы использовали уже, what's your full name, how do you spell, остался адрес, и как я могу вам помочь, what's your address, it's, какая там у нее, Arrow Street, it's 35 Arrow Street, how can I help you, стандартная фраза, how can I help you, I'd like to join the sports club, окей, вот наша девочка, где-то в Лондоне, хочет записаться в этот спортзал, possessive pronouns, вот еще один маленький кусочек, и все, что вам выделили на тренировку, поэтому, ребята, в Roundup, туда вам дорога, possessive pronouns, feeling the correct possessive pronouns, who's this, is it, у тебя спрашивают, is it yours, yes, it's my pencil, this is our house, значит, it is ours, второй раз повторите, чтобы все вас услышали, что он наш, are these her muffins, это ее маффины, yes, they are hers, не есть, убьет, is this your bike, now it's my brother's, it's his, это его, помните, здесь his, his совпадает, хоть в этой форме, перед существительным, хоть в абсолютной форме, потому что на второй раз с ней добавишь уже, don't eat the biscuit, it's mine, за печенюшку убью, whose dirty shoes are these, какие жадные, да, что поделиться, чьи грязные туфли, вот эти вот, they are the children's, детей, they are theirs, они их, хорошо, и последний здесь кусочек listening, давайте маленькое аудирование проведем, и узнаем, how old is Mark, what nationality is Alan, и which phone number is teams, если что, буду расшифровывать для вас, workbook, 15, oh really, you and my brother are the same age, меня смутила фраза, I think he's 52, это что, мальчик не знает, сколько лет родителям, папе, бывает, ладно, значит, первый вопрос был, да, твоему папе, сколько там, Джон, или кому-то сейчас, 50, марка папе 52, а мне, ну так думает, а мне говорит, really, the same age, такой же возраст, как моего брата, 2. What nationality is Alan? So, where are you from, Pete? Paris. Значит, сначала вопрос к Питу. Where are you from, Pete? Paris. Это Пит. Из Франции. Это флаг Франции. Для тех кто. Paris. Oh, are you French? No, I'm not French. Both my parents are Spanish. Нет, говорит, я не француз, оба мои родители, both my parents are Spanish. Спанцы. Просто, видимо, в Франции живы или живы. But we live in Paris. How about you? You're English, aren't you? No, not English, American. I'm from Los Angeles. Los Angeles? Cool. Is it as pretty as they say it is? Видно, мы должны догадаться, что второй Alan, потому что третьего не дано в прямом переносном смысле. И он не British, он American from Los Angeles, да? Вот. И Пит у него переспрашивает, is it as pretty as, как они говорят, или как-то там, он такой же действительно красивый Лос-Анджелест. Он типа, cool, классно, wow, ты с Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес? Cool. Is it as pretty as they say it is? Is it as pretty as they say it is? Давайте разберем эту фразу по-быстрому. Is it, он спрашивает, а есть он таким же as pretty, как они говорят, что он есть? То есть, а он такой же, действительно, такой красивый, как люди говорят в Лос-Анджелесе? Yes. Three. Which phone number is Tim's? What's your number, Paul? 345347. But it can't be. That's Tim's number. Do you live together? No, we don't. What's Tim's number? 43... That's not my number. The first two numbers are different. Mine is 345347, not 435347. Услышали, да? А девочка подумала, что это поло, как бы сказать, номер Дима. А он говорит, нет, мы вместе не живем, и у нас цифры разные, да? 435347. Получается, вот это Tim. Окей, то есть, там два раза, даже три иногда повторяют вам информацию, хоть запись звучит всего один раз. Good. Хорошо. Дальше, что мы будем делать? Мы заканчиваем урок, следующий кусочек. Следующий кусочек у нас теперь My Country, 1C. Вот отсюда вот продолжим. Ну, что ж такое? Где наш? My Country, вот My Country. Там будет про Чиле, вот она живет в Чиле, вот эта страна такая длинная, узкая, вдоль Кордильер, вдоль Анды, в горы Анды, тут почти все в Южной Америке тянется. Вот, и 1C сделаем здесь и сделаем в Workbook. Это уже будет покороче. Все, пока-пока, до встречи в Чиле. Hasta la vista. Субтитры сделал DimaTorzok